Всем привет, в этом видео я покажу что делать, если процессор вашего ПК постоянно загружен на 100%, в чем может быть причина и как это исправить. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как известно, процессор является ключевым элементом ПК, так как через него происходит обработка данных и любая запущенная программа или приложение в некоторой степени нагружает процессор. А чем меньше он нагружен, тем быстрее и стабильнее работает система, быстро открываются файлы, приложения и так далее. Поэтому очень важно, чтобы процессор не был нагружен на 100% и имел свободные ресурсы для обработки нужных задач. В этом видео мы разберем в каких случаях процессор может быть полностью загружен и как этого избежать. Итак, начнем. А начнем мы с причин, по которым может быть стопроцентная загрузка процессора. В операционной системе Windows таких причин может быть несколько, соответственно у каждой из них есть свои пути решения. Наиболее распространенная причина это потребление определенной программой или службой всех ресурсов процессора, также это могут быть сбои в работе одной из служб, из-за чего она начинает вести себя нестабильно. Большинство пользователей не придают особого значения очистке компьютера от пыли и замене термопасты, что приводит к его перегреву, тем самым давая большую нагрузку на центральный процессор. Еще причинами сильной загрузки процессора может быть вирусная активность, проблемы в работе драйверов, забитая ненужными программами автозагрузка, проблемы в работе жесткого диска, активность антивируса, проблемы с периферийными устройствами и даже слабый процессор. И чтобы точно убедиться в чем причина большой нагрузки процессора требуется провести ряд диагностических манипуляций для ее выявления. Для начала давайте откроем диспетчер задач и посмотрим не грузит ли один из запущенных процессор в наш компьютер. Чтобы открыть диспетчер задач нажимая на читание клавиш Ctrl Shift Esc. После открытия переходим на вкладку процессы в которой вы увидите список всех запущенных процессов и служб. Для удобства их можно отсортировать нажав здесь на ЦП. После этого вы сможете увидеть какая программа или служба в той или иной степени грузит процессор. Зачастую бывает что тяжелые программы, те которые потребляют большое количество ресурсов, после закрытия оставлять достаточные службы или некорректно завершенные приложения, тем самым влияя на работоспособность компьютера. В большинстве случаев это делают браузеры. Также грузить процессор может воспроизведение видео высокого качества, с которым компьютер попросту не справляется, а насильно нагружает процессор и тормозит систему в целом. Для решения такой проблемы кликните правой кнопкой мыши по приложению, которая грузит систему и выберите из списка снять задачу, тем самым вы завершите ее работу. Тут следует быть осторожным, потому что есть вероятность завершить какую-то системную службу и тогда придется вручную перезагружать компьютер. Если в диспетчере задач нет процессов, которые сильно грузит процессор, но он все равно загружен на 100%, для процессов попробуйте воспользоваться сторонними программами для мониторинга запущенных процессов. К примеру, утилитой Process Explorer – это бесплатная программа для операционной системы Windows от сайта sysinternals, который в 2006-м был выкуплен корпорацией Microsoft. Данная утилита отобразит абсолютно все имеющиеся процессы ПК и поможет от них избавиться. System IDELE Process показывает процент показателя бездействия системы. Как видите, у меня центральный процессор на данный момент не загружен. Это является нормальной работой ПК, при учете, что на нем не запущены тяжелые программы. А показатель Interrupts отображает процент показателя системных прерываний. При нормальной работе он не должен превышать пары процентов, как в моем случае. Если его показатель в разы превышает норму, это значит, что он и есть виновником торможения ПК. Далее мы разберем это детальнее. Также часто бывает, что система тормозит из-за процесса CVHOST.exe. Это системный процесс, но очень часто под него могут маскироваться различные вирусы. Далее в видео мы разберем, как от них избавиться. Ну и как только вы нашли процесс, который грузит ваш ПК, можно приступать к уменьшению загрузки центрального процессора. Если же проблема в прерываниях Interrupts, то скорее всего в этом виноваты драйвера, а точнее их несовместимость с операционной системой или конфликт между собой. В первую очередь обратите внимание на драйвер чипсета, материнской платы, видеокарты, модуля Wi-Fi, звукового и сетевого адаптера. О том, как установить или обновить драйвера смотрите в другом нашем видео, ссылка будет под видео в описании. Если диспетчер задач и процесс эксплорер не помогли определить, почему процессор загружен на 100%, переходим к драйверам. Производители часто выпускают новые версии драйверов, чтобы стабилизировать работу своих устройств. Но не всегда новое, значит лучшее. Иногда старые драйвера работают стабильнее, поэтому при скачивании и обновлении драйверов следует обращать внимание на драйвер с припиской «ставу». Это стабильные версии, обычно не содержащие ошибок и багов. Я бы порекомендовал вам загрузить систему в безопасном режиме и посмотреть есть ли повышенная нагрузка на процессор. Если нагрузки нет, очень высокая вероятность, что причина именно в драйверах, потому как в безопасном режиме драйвера не загружаются. Чаще всего это вина сетевых карт и универсальных драйверов от Microsoft, которые устанавливаются сразу при установке Windows. Скачайте драйвера с официального сайта производителя вашего оборудования и обновите их. Для начала попробуйте поставить самые новые, в них обычно исправлены все недочеты. Если же проблема осталась, то установите более раннюю версию. Если не получается определить производителя или сложно найти официальный сайт, можно воспользоваться сторонними утилитами для обновления драйверов, к примеру, Driver Bug Solution. Еще одной причиной, как я уже говорил, могут быть вирусы. Когда на компьютере присутствуют вирусы, это тоже снижает производительность системы, а не как и обычные программы расходуют ресурсы процессора, что может приводить к 100% нагрузке на процессор. Если проблемой с загрузкой центрального процессора является вирус, то его можно отследить в диспетчере или же программой процесс-эксплорер. Вирусы часто маскируются под системные процессы, чтобы пользователь не мог их удалить. Чаще всего этим процессом является cvhost.exe, что создает проблемы с распознанием в нем вируса, даже опытному пользователю. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить любой вирус. Смотрите по ссылке в описании. Просканируйте систему и удалите вирусы. В случае, если проблему так и не удалось исправить, следует попробовать подчередно отключать периферийные устройства сканер, принтер, мышь, пеп-камеру и прочее. Также убедитесь, что в диспетчере устройств отсутствует периферийное устройство без драйверов. Откройте диспетчер устройств правой кнопкой по меню пуск и запустите его. Здесь посмотрите, нет ли устройств с желтым восклицательным знаком. Если такие присутствуют, установите на них соответствующие драйвера. А теперь давайте разберем, в каких случаях проблема может заключаться в процессе cvhost.exe. Тут есть два возможных варианта, либо это вирусная активность, либо системный процесс и вправду нагружать процессор. Если нагрузку создает вирусный процесс, он будет запущен от имени администратора, либо от имени вашей учетной записи. В таком случае достаточно просто остановить процесс и сделать очистку от вирусов. Если cvhost.exe это реальный системный процесс, то попробуйте отключить автоматическое обновление Windows в службах, а также попробуйте выключить антивирус, возможно он конфликтует с другим ПО. Чтобы отключить обновление нужно попасть во вкладку службы и в открывшемся окне найти службу центра обновления Windows. Открыть свойства и выбрать тип запуска «Отключена» и ниже нажать кнопку «Остановить», затем сохранить настройки и перезапустить ПК. В программе Process Explorer вы сможете отследить все запущенные процессы, в том числе и cvhost.exe. Нужно лишь включить опцию «Подписи всех процессов» «Options», «Verify Image Signature». Здесь добавится еще одна строка, где будет видно подтверждение подписи Microsoft. Если один из процессов cvhost не подтвержден, то это скорее всего вирус. Также вы здесь сможете проверить любой процесс на сайте VirusTotal, откройте «Options» и выберите эту опцию из списка. Достаточно будет подтвердить лишь раз и после этого вы увидите новую колонку с информацией с сайта VirusTotal. Здесь отобразится информация о том сколько антивирусов считают этот процесс подозрительным. Также одним из ключевых параметров для стабильной работы компьютера является его температура. Если процессор начинает перегреваться, то пользователь замечает нестабильную работу системы, зависание, синий экран и внезапные выключения ПК. Для того чтобы определить температуру процессора нужно будет воспользоваться сторонними программами, например AIDA64. Перегреваться компьютер может по нескольким причинам загрязнение, неисправный кулер или высокая температура помещения. В первом случае его нужно почистить от пыли. Компьютер или ноутбук требует постоянной очистки раз в 6-12 месяцев, потому что за время использования в нем скапливается пыль, которая ухудшает работу кулеров и теплопередачу радиатора, тем самым способствуя перегреву. Тут два выхода либо отнести его в сервис, либо почистить самому. У нас на канале есть отдельное видео о том, как почистить от пыли ноутбук, возможно оно вам будет полезным, ссылка в описании. Во втором случае вам нужно заменить неисправный кулер на новый. Убедиться в его неисправности можно самостоятельно, следует открыть боковую крышку компьютера и посмотреть нормально ли вращается кулер, нет ли каких-то скрипов или потрескиваний. Если кулер действительно неисправен, следует немедленно обратиться в сервисный центр для последующей его замены или заменить самому, если вы с этим знакомы. Ну а если вы столкнулись с причиной высокой температуры в помещении, нужно как-то ее понизить. Если нет такой возможности, попробуйте открыть боковую крышку ПК и направить на него обычный вентилятор. Если у вас ноутбук, для них выпускают специальные подставки с охлаждением. Многие пользователи ПК используют его годами без переустановки операционной системы и очистки его от ненужных программ. С течением времени и установкой тех или иных приложений автозапуск системы забивается и при загрузке операционной системы загружаются программы, которыми вы уже давно не пользуетесь. Из-за этого может быть постоянно загружен центральный процессор. Чтобы этого избежать, следует очистить автозагрузку. Существует популярная утилита CCleaner. С ее помощью можно убрать программы, которыми вы давно не пользуетесь, оставив только самый актуальный антивирус. Или же откройте диспетчер задач и перейдите в обкладку автозагрузка. Здесь отключите те приложения, которыми вы не пользуетесь или используете редко. Еще в диспетчере стоит проверить, возможно вы просто запустили слишком много приложений одновременно и процессор попросту все это не тянет. Откройте диспетчер задач и отсортируйте процессы по нагрузке на процессор, а затем останавливайте самые тяжелые процессы. Если не знаете какой процесс за что отвечает, можете посмотреть информацию о нем в интернете. Одной из причин загруженности процессора может быть жесткий диск. При некоторых условиях он может нагружать процессор вплоть до 100%. Чаще всего это связано с тем, что диск начинает выходить из строя. В таком случае нужно протестировать жесткий диск. У нас на канале есть хорошее видео, которое вам в этом поможет. Если у вас довольно старый компьютер, то скорее всего он попросту не справляется с нынешними задачами. Новые технологии очень быстро шагают вперед и компьютерная сфера одна из таких. В каждый день выходят обновления для различных программ. И с каждым годом стандартные программы начинают потреблять все больше ресурсов. Если при запуске одного из стандартных приложений, такого как браузер, Paint или при просмотре фотографий, загрузка процессора становится 50 или 100% и не уменьшается, то скорее всего пришло время обновлять конфигурацию ПК. Также на слабых компьютерах грузить процессор может антивирус. Проверить это легко, просто отключите ваш антивирус или загрузитесь в безопасном режиме. Если нагрузки нет, то возможной всему виной тяжелый антивирус. Воспользуйтесь антивирусом, который потребляет меньше ресурсов. И в заключение хочу дать один совет, если у вас не быстрый жесткий диск или слабый ПК, отключите автоматическое обновление системы или замените жесткий диск на SSD. Если диск тормознутый, он полностью загружается и тем самым загружается центральный процессор. Отключив автоматическое обновление этого можно избежать. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк под нашим видео и подписаться на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.